Так, во-первых, здравствуйте, меня Филипп зовут, и это интервью с разработчиком, точнее с продюсером Allod of Online. Захотел я это дело откомментировать, во-первых, потому что контент, во-вторых, звук здесь крайне посредственный, и в этом, так сказать, стриме я объясню, почему это, в принципе, так. И да, если я все-таки смогу выложить это все на YouTube, я хочу предупредить, во-первых, это все происходит у нас на Твиче, я стримлю на Твиче сейчас, и если вы хотите смотреть мои стримы по Allod'ам, и не только, переходите на Twitch. Во-вторых, это интервью брал Флафиан, он тоже стримит Allod'ы, ссылочка на его канал обязательно будет в описании, да и на само оригинальное интервью тоже, это полностью его контент, я просто решил на всем этом дерьме немножко похайпить, в скобочках прокомментировать то, что будет тут говориться. Сам я этого дерьма еще не смотрел, и буду впервые смотреть вместе с вами, так что такое. И сразу говорю, я немножко выкрутил звук, немножко выкрутил звук в самом видео, поэтому тут будет дикий фон, но зато будет более-менее вменяемо их слышно, потому что лично мне в оригинале на YouTube как-то залито не слышно. Я отдельно качал все это, и качал даже отдельный плеер, чтобы это все нормально слышно. Поэтому поехали. Так, ну что, привет, обещал вам Молотова, вот он, продюсер Allod'ов Онлайн, великий и ужасный человек, которого все так долго ждали. Вот, расскажи для начала, что входит в твои обязанности, кто такой продюсер игры? Вот, началось. Респектабельные молодые люди на самом деле. Если вспомнить старого продюсера Allod'ов Онлайн, там реально был какой-то старпюр, это респектабельный молодой человек. Ну, вообще, не точно круто, что Flaffian вытащил его к себе и организовал стрим. Вот прямо вот так вот, это на самом деле реально круто. Топовый контент. Я уже думал, там все это по скайпу будет, но нет, в режиме ERL это реально круто. Коверные вопросы. Ну, давайте расскажу. Продюсер, ну, наверное, все, кто играет в Allod'ы, большая часть этих ребят уже знают, кто такой Антон Турищев. Человек, который свидетелся раньше в роликах, в дневниках разработчиков. Это наш славный проект-менеджер, руководитель проекта. Человек, который, соответственно, отвечает за то, как работает команда, которая производит контент. То есть делает, по сути, саму игру. Интересуется артой, пишется код, работает геймдизайн, который придумывает все эти замечательные события, которые происходят в игре. Соответственно, мы с ним работаем вместе над организацией процессов в проекте. Антон Турищев занимается созданием контента. Мы, со своей стороны, занимаемся оперированием проекта. Что такое оперирование? Это запуск акций, это работа над, как это сказать, идеологией, наверное, проекта. В каком направлении мы будем развиваться? Какого типа у нас дальше будет контент? То есть будет это ПВЕ, будет это ПВП, на что будет сделан упор? Будут ли это какие-то массовые события? Или наоборот, мы попробуем сделать сторилайн, нацеленный на прохождение, например, одним игроком или мало-группным игроком. То есть идеология развития проекта, в каком направлении мы двигаемся, на кого на рынке игр мы ориентируемся. Вот это вот задача как раз продюсера. Плюс я участвую в разработке монетизации. Очень забавно слышать про то, когда лидера позиционируются на рынке, когда дальше рекламы никакой не дается в сети. Вот в данный момент это, мягко говоря, уболое. Ну ладно, давайте. Прямо всем нам, любимый. И мы, со своей стороны, соответственно, запускаем всю иванную часть квесты, распродажи, там всем любимую улыбку судьбы, например, весь вот этот выставок. Слышите вы, уроды. Хоррэ уже запускать улыбку, блядь, такую кастрированную. Давайте уже нормальную полноценную улыбку на выходных. Задолбали. Вот так вот. Как ты пришел, Волода? Как ты там оказался? Ну, на доводами я начал работать уже, наверное, больше года назад. Как бы это попроще-то объяснить? Ну, то есть у проекта менялся оператор, команда, которая занималась оперированием. Соответственно, ту команду сняли, переместили на какие-то другие проекты. Под другими проектами, наверное, подразумевается Skyforge. Ну, вообще, сейчас, насколько мне известно, я смотрел на 4Game игро-сторицу от Алексея Макаренко. Макаренко. И там он говорил, что старая команда разработчиков, ну, я так понял, это старая команда разработчиков, они сейчас работают синглплеерной игрой. Так что, такое... Привет, Саша. Что-нибудь так резко вышли в эфир? Они вышли в эфир вчера вечером. И заранее предупредили о том, что будет этот эфир. Так что ничего не резко, все было запланировано. Правда, вышли они в эфир на день-два позже, чем я предполагал, поэтому я не смотрел его в онлайне. Но, как выяснилось, не зря я бы не услышал ни хрена из того, что они говорили, потому что звук у них убогий. Просто мега убогий. В другом и не опишешь. Вообще, если честно, оценивая вот эту новую команду, которая работает этим проектом, честно, пока что говно. Вот реально говно. Они пришли, когда было 8.0, по-моему, если я не ошибаюсь. 9.0 это очень слабое обновление. Очень слабое обновление. Но в нем при этом есть какие-то хорошие тенденции. Например, Ауреат. Я считаю, это хорошая тенденция. Но, короче говоря, Писос. Ну, Флафиан у себя на канале делал анонс. То, что они на сайте ничего не писали, это их проблемы. Практ передали в нашу студию, это ITT, ITT, всем известная по легенде наследие драконов, Хавк, Спейс Джастис, Эволюция, вот эти вот большие прекрасные игры. То есть у них есть опыт, оказывается. Блин, слава богу. Я сейчас-то думал, что Алоды передали каким-то ёбаным ноунейвам, которые нихуя не умеют и, по сути, себя ничего не представляют. Но это радует, радует. У людей есть опыт, это самое главное. И сейчас светится в топах. И в какой-то момент ко мне просто приходит мой руководитель и говорит, Антон, тут, в общем, Алоду онлайн, не хочешь попробовать перехватить деятельности пиатра и взять на себя задачи продюсера, прежнего продюсера Алоды. Ну, как бы, пустить этот момент я никак не мог. Проект с глобальной историей был очень интересным. Конечно, я согласился. И вот уже больше года мы драйвимся через эту разработку. Больше года? Да. Ну, то есть, начиная с осени прошлого года, по-моему, даже не с осени, в конце августа я начал этим заниматься. И, соответственно, в начале сентября, когда у нас еще не было собрана нормальной команды, народ там увидел новости, которые постил я лично, потому что КРН тогда еще не было. Окей. То есть, я правильно понимаю, что идея 10.0 пришла до того, как ты присоединился к этой команды? Нет. Нет? Ну, смотри, на самом деле не так. Когда я пришел на проект, и от меня, соответственно, в спешном порядке... Извиняюсь, я тут ел, я доел. Больше дополнительных звуков не будет. Уже наше руководство начало требовать какие-то идеи по развитию, что там будет в следующем аддоне, в каком направлении мы двигаемся и зачем. Я, потратив какое-то время на изучение Алоду, в текущей ситуации, пришел к текущей концепции 10.0, о которой мы будем, соответственно, разговаривать на протяжении сегодняшнего стрима. Вот. Я набросал все это в виде концепта документа, расписал, взвесил какие-то риски и пошел со всем этим делом к команде. Антон Турищевого и штату геймдизайна. Вот. Ребята посмотрели, почитали, оценили и сказали, ты знаешь, это, в общем, та штука, о которой мы думали последние, там, чуть ли, то ли полгода, то ли год с лишним, но не решались. То есть, 10.0 в том виде, в котором он сейчас... И знаете, учитывая, что его слова, если я правильно понял, то команда вот именно заработчиков, ну, как бы старая, то есть, осталось. Ну, ладно, неважно. За полгода, год до того, как он это все выложил, вообще ни хера в игре не происходило, топтались на месте в говне собачьем. Реально, без шуток говорю. Вот, слушайте, вы знаете, у меня была теория о том, что Alloda Online сейчас в полном говне и топчется на месте из-за того, что финансирования не хватает. Если это из-за творческой импотенции разработчиков, а не из-за того, что финансирования не хватает, то, блин, не знаю, я могу только расцеловать этого человека, что он их подтолкнул. Да что ты говорю? Я думаю, он действительно довольно амбициозен, там много рисков, это очень необычная такая штука. Соответственно, они, я так понимаю, не планировали делать что-то такое, такой релом, ничего внутри игры. И, судя по всему, команда разработки была рада, что со стороны пришла такая же идея. То есть, получается, что идея 10.0 это полностью твое детище. Начало и до конца. Я не могу сказать, что это мое детище. Команда огромная, там ребята, которые придумывают, драйвят, прорабатывают фичи намного глубже, чем я там на уровне какого-то концерта их приношу. Те идеи, которые принес я, ребята взяли, проработали и развили в действительно классный стоящий тому продукт игровой механики. То есть, нельзя сказать, что это мое детище, нельзя сказать, что это только моя идея. Нет, ни в коем случае. Это идея команды. Окей, отлично. Отлично. У нас начали подключаться, наконец-то, люди. Нас сейчас смотрят 38 человек. А дай мне, пожалуйста, ссылку на стрим. Давайте, нас станет много. Я сейчас просто попрошу Геликана закинуть все это дело в группу ВКонтакте. Это все можно отлично форсить. Соответственно, мы сейчас какое-то время потребляемся, буквально там, не знаю, первые минуты 5-10. Там я поотвечаю на какие-то входные вопросы от Куфина. А дальше начну отвечать на ваши вопросы в чате. Постараюсь, честно, постараюсь ответить на все. Так что не стесняйтесь, доставайте из самых сокровенных глубин души. Это реально возможность получать ответы здесь и сейчас. Ну, собственно, для этого это все и задумано. Отлично. Да, ссылка я тебе прислал. А, сейчас, минутку я... У нас уже появились, на самом деле, первые вопросы. Я постараюсь сейчас зачитывать уже. Будет, знаешь, как здорово. Хотя, наверное, неудобно тебе будет документы, которые собирать, да? Нет, неудобно. Неудобно, да? Ну, тогда, как бы, придется подождать, пока мы будем читать чат и стараться на него отвечать. Ну, как бы, я надеюсь, все запаслись временем, попкорном, чаем, кофе. Мы здесь, я надеюсь, надолго. Что нам пишут? В факторе поменялся немного положняка. Антон все-таки хочет, чтобы все было в группе. Так что, постик, все в порядке. Так, смотри. Ливен Алекс часто приходит ко мне на стримы, парит с мячом. С каждым дополнением к этому аспекту мира игры все больше вопросов. Чего только стоит дайм? Эй, подожди. Какому аспекту... Тих-тих-тих-тих. Начну издалека, извините. Новая команда. С каждым дополнением к этому аспекту мира игры все больше вопросов. Чего только стоит дайм? Там то смерть, то невероятная удача. Что ж такое? Чат-то промахнет. Чат-то промахнет. Чат-то промахнет. Ребята, как вас могут. Чат-то летает. Топово для шутки. Придется снова от гоблина мира откупаться. Спасибо. Как разработчики видят воскрешение в рамках лору игры? Кому оно доступно? Для чего оно нужно? Желательно подробнее. Очень интересный вопрос. А ко мне часто приходят ребята, которые очень интересуются лором игры, потому что у меня лоровые стримы, поэтому готовься. Просто не будет. Смотрите, я со своей стороны, конечно, буду стараться отвечать, но есть один нюанс. Как продюсер, к сожалению, очень глубоко лор игры изучить за этот год... как человек, играющий Володой 7 лет, скажу так. Была, короче, такая хуйня. Поначалу бессмертия не было, воскрешения не было. Это было видно на Керахе. Воскрешение появилось позже. Я так понимаю, это было в тот момент, когда Тенцес занимался своей черной магией и все-таки смог добиться бессмертия Эдли из Крым. И все, по сути. Лор, как бы, это все оправдано. Уже давно. Главное, просто квесты читать. Это все в процессе игры объясняется. Да и раньше вообще это было все расписано на сайте. Вот реально, раньше на сайте можно было почитать про лор игры, про то, как сюжет развивался, а то, что там сейчас творится. Ладно, не важно. Вот просто не успел. то есть я старался, конечно, этим заниматься, но все нюансы, просто задач еще много, и они успевают делать. Поэтому на глубинные какие-то вопросы, на которые может ответить сценарист, я, скорее всего, внятно ответить не сумею. Я сумею переадресовать этот вопрос, и когда у ребят появится свободное время, они там, правда, сейчас страшно загружены, я могу постараться достать ответ и как бы там опубликовать его на форуме, либо там ответить в личку. Это все реально. Про лоск решения сейчас прям даже не знаю. То есть в первую очередь это обоснованно механикой игры, что у нас не может быть перманентной смерти в проекте, это же не так согласно. Но игра объясняет на самом деле этот момент. У вас в лоре игры прописано, что никто не играет. И с краном это все, ну да, ну как бы там в первую очередь есть вот это посмертие, в котором игроки ждет свою очередь. Ну верно, верно, верно. Так, Нехас в СФ это будущее после уничтожения Сарнаута или это альтернативный Нехас? Ты не готов к такому глубокому вопросу по лору, да? По-моему, да. Ладно, давай попробуем у нас что-нибудь попроще. Смотри, есть. Сказал бы просто, что это отсылка, что это пасхалка, и ему бы не пришлось там вкручиваться как-то и еще что-то делать. Есть ряд слухов, мы пока что оставим этот вопрос, и надеюсь, мы к нему вернемся. Друзья, привет! На самом деле, все, кого я знаю, все мои регулярные посетители стрелки, я вас очень сильно рад видеть. Надо еще что-нибудь простого, смотри, вот есть у вас группа такая замечательная, ты ее совершенно точно знаешь. Это секреты Вероники, да? Здесь есть два поста, которые я хочу сказать, ну, хочу, чтобы ты сказал, на сколько процентов они правдивы. Давай посмотрим. Смотри. Открывай пост, я его зачитаю, чтобы вы знали, о чем идет речь. Первый. Поговаривают, что в 10.0 нас ждет открытие нового мира. В предстоящем обновлении игроков обещали отправить в совершенно иное пространство, где все будет иначе. Прямо как окно в Европу. Действительно, это будет ответвление от вселенной Алода онлайн, в которое можно будет попасть, но в рамках оригинальной истории. Нам предстоит влиться в новый сюжет, а по завершении получить награду и вернуться в привычный мир. Самое важное из услышанного это изменение механизма доната в новом пространстве, которое обещает быть комфортнее, неизвестно за счет чего. Хотим увидеть ваше мнение об этом в комментариях. Отлично. Собственно, насколько правдивы? Да. Полностью. И мы, наверное, да, это на 100% правдово, но это как бы... И даже насчет доната спрашивали уже, потому что... Да, насчет доната... Мне кажется, насчет доната можно подождать, пока больше народ набежит. Но в целом чуть-чуть забегу вперед. Да, ребят, мы реально пересматриваем систему про донат, но смотрите, здесь какая история. То, что сейчас происходит в рамках 10.0, очень важно рассматривать в виде двух веток. Одного дерева, понятное дело, и 10.0 это ответвление. Вот в 10.0 донат будет свой. То есть там другая система. Мы не можем просто взять и переделать донатную систему и стат-систему заодно в оригинальных АЛОДах. На это уйдет больше года. Слишком больше года. Ладно, я проспойлерю, чтобы было лучше понятно, о чем он говорит. Хотят сделать отдельную, так сказать, игру вот вроде как АЛОДы, но при этом как бы отдельная MMORPG внутри самых АЛОДов онлайн. как-то ВАРП оно называется. То есть 10.0 типа сделается отдельная игра с своим лором, со своими данжами, со своими рейдами, и т.д. и т.п. Я так понимаю, с донатами, с персонажами, с классами и так далее. Как это все будет реализовано непонятно, но вот, вот, просто чтобы было понятно, о чем он сейчас говорит, как это там донат свой, что, что, что это за хрень. поэтому я думаю, что вот с таким знанием это будет немножко понятнее. Благодаря только этого, верно ведь? Нам надо делать контент, который мы будем показывать вам, чтобы было во что играть. Поэтому просто все взять и переделать не получится, только поэтапно. Соответственно, изначально в 10.0 появится новая донатная система. Она, да, она настроена таким образом, чтобы не было разрыва между плеерами и простыми игроками. Да, 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 поверил в проекте от Mail.ru, чтобы не было дикого разрыва между донатерами и донатерами. Да, 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 да. Ой, ладно, главное, чтобы подписка осталась. Об этом чуть масштабнее и немного попозже будем говорить. Соответственно, там история в том, что за счет вложений в игру будет повышаться не напрямую пава, что ты взял купил себе меч на плюс тысячу ко всем статам и пошел, значит, в кабину ломать. Нет. Где-то в комментариях на самом деле на форуме человек на эту тему все верно уже написал, что за счет вложений в игру будет повышаться комфорт. То есть, где-то какие-то вещи будут... Sorry, Румы комфорт, Конклавы комфорт. Как-то это все двойственно звучит на самом деле. проходится быстрее. Вот. Где-то там будет получаться просто больше модификаторов по награде. Где-то будут визуалы. Конечно же будут визуалы. Будет куча визуального украшения, потому что в 10.0 мы постарались из движка просто достать все, что можно на текущий момент. если они из движка достанут все, что возможно на текущий момент, будет лагодром похлеще, чем на арене смерти. Потому что 32-битный движок не позволит сделать огромное количество кастомизации, потому что игра и так жрет полтора гигабайта оперативной памяти, что уже предел для 32-битов. Это по сути единственная проблема игры сейчас техническая. Это 32-битный сука-движок, из-за которого игра ждет только полтора гигабайта оперативной памяти. Могла бы она есть хотя бы два с половиной гигабайта оперативной памяти на той же арене смерти. И было бы в разы, вот подчеркиваю, в разы проще. Ну, здравствуй. Мас Нага, спасибо за холл. Успели, и возможно это даже не конец. То есть, картинка, которая в 10-0 будет, она, наверное, еще даже улучшится. Возможно. Мы постараемся. Вот. Так что, донат будет другим в 10-0. Принципиально другим, вплоть до другой валюты. Что в этот момент будет происходить с оригинальными аллодами? В оригинальных аллодах... Ты немножко забегаешь вперед. Подожди. Есть еще второе пусты, или это как бы... Это все вместе. Это про донат-система. Хорошо. В оригинальных аллодах мы не можем просто так взять и сказать никаких рум больше. Вот. Мы не можем сказать, что там синие кристаллы теперь просто пропадут. С мобов, ну, так не получится. Но. Мы проводим комплекс мер масштабных довольно-таки, постепенно, понемногу. Опять же, с тем, чтобы донатеры и не донатеры находились не вот на такой раз... не на таком расстоянии друг от друга, хотя бы вот на таком. Чтобы можно было друг другу лицебить. Ну, хотя бы в PvP и в PvE ходить в одни... Так, с вашего позволения, ребята, все-таки немножко поднастроили экран. Чтобы он весь захватывался, потому что... Потому что... Потому что... так надо... Так... Ить... Оп... Так... Ить... 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 О, так лучше, думаю, будет. Зарайник, извиняюсь, что я не сделал так сразу. Да, я в золотой ОРДЕМ. И те же инстансы. Понятно, что донатеры будут сильнее, если они там много ресурсов вложили в игру, это логично. Ну как? Для этого не избежать в фритуплайном проекте с такой системой ну, совсем никак. Но... Станет проще. Не будет такой катастрофической разницы, и при этом вложившие кучу денег в игру, люди будут получать свой качественный, интересный компейн. Хороший вопрос. Вложившие сейчас много денег люди и так получают свой качественный контент. Что... Слушайте, ну дайте, вот я слушаю этого мужика, и по его словам вообще ничего не изменится. На самом деле... Да, что? А движок перейдет на 6 из 4 разрядную версию? Гном. Отличный, отличный ник между прочим. Значит так. Наверняка многие помнят, мы относительно недавно, несколько месяцев назад собирали статистику по форуму. Виктор, чуть позже отвечу. Проводили опрос, кто на каких разрядках сидит, у кого как лагает, и так далее, и тому подобное. Да, первое решение, которое приходит на ум, просто от 32-битных систем отказаться, в принципе, и остаться на 64-х разрядных, и... Господи... Далеко за примером ходить не надо. Есть Pass of Exile. Бесплатный фри-то-плей проект. Я не буду на WoW замахиваться, потому что WoW и Alloda это разные вещи. Давайте просто Pass of Exile. Тоже на самом деле высоковато, но все же. Там есть поддержка одновременно и 9-го DirectX. 32-битная система. Да, с ней играть очень тяжело, но для слабых компьютеров как бы нормальная тема. А есть 64-разрядная версия, по которой поддерживается 11-й DirectX. Что мешает совместить, сука, блядь? Я уже понял, что деньги у вас есть, просто импотенция головного мозга в плане креатива. Да, сука, ну почему нельзя было просто сделать и то, и другое сразу? Технически это возможно. Это очень стремное решение, которое может... У меня шутки про маму сейчас вылезло, чуть не вылезло изо рта. Про мать этого продюсера, если честно. Извините. Повлечь за собой просто отвал в той очень большой, поэтому резать сгоряча очень не хочется. И если мы будем переходить таким образом, как это в лизы делали, мы будем это делать, скорее всего, высокоэтапно, еще с кучей голосований. Одновременно, чтобы поддерживался и девятый, и одиннадцатый Daeratex. Что сложного? Бля... Как же горит. Сбором статистики, анализом и так далее. В перспективе, да, скорее всего, потому что 32-разрядные просто перестают быть актуальными, под них уже не оптимизировать ничего. Тоже, кстати говоря, такой же технический вопрос, будет ли использоваться несколько ядер, ни одно. На самом деле, у меня тоже волновало. Мне сейчас никто не поверит, но они используются. Ну, на самом деле, это реально так используется. Используется. У меня на максимальном графоне мой фазион, который аналог и седьмого на хасвеле i7-4770 загружается наполовину на максимальном графоне. Лежу в курсе. Да? Вы просто не заметили. на максимальном графоне, не везде и не так, скажем так, адекватно, как хотелось бы это сложностью разработки. То есть, ну, кто в теме геймдевы поймет, а Oda это проект с колоссального размера Legacy, то есть там огромное наследие кода, и всё просто взять и переделать, чтобы оно было оптимизировано и хорошо работало, опять же, быстро не получается. Это займёт очень много времени. Так займитесь, господи, займитесь. Чём занималась команда, блядь, в последние три года, когда никакого контента, сука, не выходило? Ноль контента, ноль очко контента, ноль, ноль, зеро. Ноль контента. За это время, за эти три года, можно было спокойно, сука, на 64 бита совместно с 32 битами перевести, и всё было бы нормально. Они, блядь, в жопу сосали все эти три года. Три года, мать его, три года. Разработчиков, которые, по сути, должны делать контент. Скорее всего, у нас будут подвижки в хорошую сторону. Они, на самом деле, есть. Ребята, которые за это направление отвечают, они над этим успевают каким-то невероятным образом работать. Есть там у нас очень крутой клиентский разработчик, который постоянно занимается оптимизацией в рамках просто своих задач. Он постоянно... Халтурщика босса на этот клиентский разработчик. Без обид. Его надо уволить и найти нормального, нормального разработчика. Такие в России, я уверен, есть. Оплатить им перелёт из жопосранска в Москву и пускай делает нормальную работу, а не то говно, которым занимается ваш клиентский разработчик сейчас. Я бы его поставил раком и сделал бы кое-что непристойное с этим разработчиком, честно. Я его работы не вижу. Играю 7 лет, а лоды стали ещё более требовательной игрой, графика почти не изменилась. Ну, ладно, это такое. Окей, давайте перейдём к второму посту. Давайте также попробуем сегодняшний. В привычных нам лодах онлайн ничего не изменится, однако в альтернативной версии игры внутри самих лод онлайн 10.0 будет другая система статов на лод график и механик. Ну, короче, да, по большому счёту так. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вот у нас есть 10.0, вот он вышел. В игре появляется, грубо говоря, портал, в который можно зайти и оказаться в другом клиенте с тем же графическим ядром, но, грубо говоря, на стероидах. Улучшенная графика, да, другая стат-система, другие классы, другие обилки, другие монстры, другая игра. Единственное, что стоит учитывать, очень важный момент, вот прямо сейчас постарайтесь это запомнить. Ребята, там разработка ещё не закончена, до релиза ещё куча времени. И всё, что я сейчас говорю, оно в работе. То есть это может быть репортал, это может быть... Не анонсированы ещё даты. Я так понял, куча работы, 10.0 мы можем увидеть ещё нескоро. Печально. Здесь какая-то кнопка перезапуска. Это может выглядеть как-то иначе. Всё сейчас очень нестабильно, что ли. Знаете, как у CD Red Project. Когда будет ваша игра? Нам нужно ещё её полирать. Будет морг полишки. Всё сейчас в работе. Давайте... Я, видимо, читал какой-то пот у пикселей, да? Слушай, я стараюсь следить за игровыми изданиями. Это моя работа. Окей, слушай, новый мир. Значит ли это, что нас ждёт новая экономика, новые гильдии? Допустим, у меня есть мои, как бы, крыша, с которыми я играю, да? Моя гильдия. Как бы мы все вместе туда переходим, в новые 10.0? Или все по отдельности заново там создаём новую гильдию? Как это всё будет? Короче, про гильдии я сейчас ничего не могу сказать, потому что я просто не смотрел, в каком состоянии именно гильд-система на данный момент. Может быть, и так, и эдак. Скорее всего, если так смотреть, как я бы делал, я бы, наверное, предложил пересобраться в новом клиенте и не протаскивать вас готовыми гильдиями. Ммм, сори, в Олодах есть очень старые коллективы, которые стоило бы, стоило бы, вообще, если честно, у меня такое ощущение, что они собираются там делать новых персонажей, то есть заставлять людей играть новых персонажей и с нуля качаться, донатить и так далее. Для подписки вообще похера, вот реально, для подписки вообще похера. Но для фритуплея, для людей, которые там бегают с 13-ми рунами, которые уже не один миллион рублей задонатили, это звучит как-то очень страшно. Это может вызвать очень дикий отток игроков, если прогрессия глобальная, целиком полностью обнулится. Ну, то есть, там история такая, что это не вы прям взяли своего персонажа и потопали там лица ломать. Это другая история, которая завязана на вашем персонаже в оригинальных Олодах и продолжается в 10-0. Все, ладно, вопросов нет. То есть, мы продолжаем играть за того же персонажа, который у нас был до того, как вели в 10-0. Хорошо, это радует. В другом виде. Поэтому брать и тянуть туда гильдию в том же виде, на мой взгляд, было бы нелогично. Ну, как бы, ближе к делу посмотрим. Что планируется? Если это новый мир, то получается новая столица фракций? Там будет другой хаб. Про фракции ничего я сейчас не могу сказать. А, ну, как бы, столица там будет другой. Там есть очень другой вопрос. Есть лига, есть империя. То, что происходит в 10-0, оно в большом отрыве от текущих реалий. Там, знаешь ли, все немножко перевернулось и в клубок залезалось. Кто остался, лига или империя? Не скажи мне, не скажи. Как так-то? Ну, вот так. Ну, тебе, ладно. Ты сам скажи, тебе лично кто больше нравится, лига или империя? Ты за кого играешь? Сложный вопрос. Продюсер, алкоголик и вейпер. Наши курсы. Сложные вопросы? Нет, за кого я играю, это как раз просто. Я не буду сейчас светить своего персонажа. Нет, они светят, ты просто скажи, кто тебе больше нравится. Лига или империя? А может, там что-нибудь о думаем сами? Если честно? Да. Если честно, я для себя не разделял, кто мне из них больше нравится. То есть я не в того, в моем сторону. Вот таким вот образом. У меня сейчас позиция такая, ну как, я не пригоряю на себя Демилург ни в коем случае. Но как бы мне нравится за миром именно наблюдать, что происходит. Империя для немытых школьников, которым нравятся орки. Азазап. Да ладно, шичу. Как происходит? Почему? Мне интересно первопричина. Мне интересно, во что это влиится. Но внутренние конфликты людей, которые, по сути, ну, точнее, не людей, а раз, которые в одном мире живут и борются фактически заодно, я не могу принять, что ты скажешь. Вот так вот. Хорошо, окей, соскочил. События будут происходить. Раза три-четыре возникнут. Раза три-четыре возникнут. Раза четырнадцатых роз в ближайшее время не будет. Пятый раз отвечает. Я не это хотел сказать. А, то есть будет сразу пятнадцатый? Понял, принял. Да, так я просто увидел, зацепился. А, лоровые парни, я, в общем-то, тоже спрашиваю, событие 10.0 будет происходить до катаклизма или после катаклизма? Того самого, после которого, в общем-то, Сарналут раскололся на Аллоне. Ой, истекая фото, матурился, спойлернул. Ребята, так, смотрите, это может измениться, потому что сюжет там тоже все еще в работе. Но на данный момент мы говорим о далеком будущем. Очень далеком. Мы говорим о очень далеком будущем. А, то есть будет портал во времени просто? Или просто во времени? Забавно, возможно, я даже начну клосты считать. Вот так вот. Причем, в контексте этого, прошу вспомнить арт, который мы прятали на сайте в головоломке. Помните, да, конический сеттинг вот этот вот? Богатыри, щиты, церквушки. То есть это будущее, но все идет скорее к истокам проекта. Когда-то у нас, давным-давно, точнее, не у нас тогда еще, а когда проект ушел в мейл. Кстати, там где-то наверху был вопрос, когда Нибал перестал работать над доводами. Это было очень давно. Прям очень. Начало 2010 года, отвечая на вопрос. Много лет назад, по сути. Соответственно, когда ООДы перешли к МЭУ, и там пошли первые аддоны, игроки просили березки, банки. Вот этот вот славянско-советский сеттинг. Можно сказать, что мы прислушивались. Ну, вообще, этот сеттинг дали в одном из обновлений. Я как раз недавно его проходил. Здесь немножко иначе. Немножко иначе. Окей. Странники же. Вопросы про онлайн. Готов сейчас ответить? Еще хочешь чуть-чуть подождать. Про онлайн. Сколько у нас людей в игре? Можно, конечно, пространственно на это ответить. Ребят, но это не очень правильно. Давайте я сразу обрисую. Смотрите. Метрики проекта, там, сколько мы зарабатываем, сколько людей у нас играет, какого размера команда, там, и так далее. Это вопрос, на который разработчик отвечать не должен. То есть это неправильно идеологически, и потому что это информация, которая важна нашим конкурентам. И потому что это, в принципе, внутренняя информация, да, это не то, не то. Это называется коммерческая тайна со всеми вытекающими последствиями. Да, 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 школьники до сих пор задают этот вопрос и доебали бедного мужика. Ну, че это такое? И самое еще смешное, по сути, эта информация бесполезна. Намного интереснее вопрос о том, почему игра не рекламируется. А кто это вам сказал, что она не рекламируется? А где вы видели рекламу? Где? Где? Где реклама? То, что мы ее по телевизору не рекламируем. Да вообще нигде не рекламируют. Ну, да, как бы на телеканал мы не вылезем. Это стоит огромное количество денег. Просто кошмарное количество денег это стоит рекламироваться на телевидении. Просто чудовищно. Я думал об этом год назад. Ну, как бы, когда речь шла еще о 9.0 с демонологами. Мне казалось, это сильный инфоповод. Все-таки новых интересных вас добавляется. Ну, вот, телевизор очень дорого. А каждый аддон мы рекламируем. А то, что между аддонами происходит, вообще насрать, да? В Москве в метро реклама. Нормальная реклама, нормальная. Нормальная, нормальная. Да. Просто не очень много людей приходит после рекламы. У нас нет гигантства какого-то притока. Потому что реклама должна быть постоянной. Реклама должна не только привлекать новых игроков, но и создавать имидж игры. Реклама должна быть всегда. Блять. Она в любой момент, вот вообще в любое время существования проекта, должен быть бюджет на пиар. Должен быть. Минимальный хотя бы, но должен быть. Совсем без пиара. Это просто топтать в грязь бренд. Вот скажите, пожалуйста, вот, например. Вот простой пример приведу. Кока-кола. Нахуя они рекламу покупают? Потому что это надо. Должен создаваться бренд. Вот если Кока-кола в одночасье перестанет крутить рекламу, покупать Кока-колу никто не перестанет. Но при этом никакого образа, который нужен для того, чтобы привлекать потенциального покупателя, не будет. И когда, вот в один прекрасный момент, когда реклама прекратится, чувак перестанет видеть по телевизору, там, постеры где-нибудь с Кока-колой. Он придет в магазин и вместо Кока-колы, потом, блять, какая-то оверпрайтнятая хуйня. А, во, куплю Пепси. Потому что он видел рекламу Пепси. Вот и все. Только что самое и здесь. Не рекламируется игра, вот, между аддонами. Это все пиздец. Потому что, ну, смотрите. Игра интересна в текущем своем состоянии тем, кто ее полюбил вот эти 10 лет назад. Игра может быть интересна любым людям, которые любят жанр MMORPG. Да, сейчас этот, так сказать, класс игроков очень сильно сократился. Но он есть. Можно привлекать новых игроков. Нужно привлекать новых игроков. В World of Warcraft постоянно вливаются новые игроки. Почему в АЛОДе нельзя так же? Понятное дело, что такого дикого потока новичков, как в Вовке, не добиться. Но хоть какого-то потока. Потому что сейчас АЛОДе рекламируется только методом сарафанного радио. И вот эта, блять, наглая морда, как будто этого не понимает, такое у меня ощущение. Честное слово. То есть, тем, кто ностальдирует по старым АЛОДам. Тем, кто любит MMORPG вот такого типа, где можно там очень много часов потратить вместе с друзьями. Даже не сходить в время, а просто пообщаться в чате. Но в современных реалиях, учитывая, что геймдев забит мобильными проектами, геймдев забит консольными проектами, не приводит это по-другому. Консольные проекты это очень... Ну, скажем так, это, конечно, большая часть индустрии, но все-таки онлайн проекты это другое. Это совершенно другая аудитория. Что-то человек вообще нам втирает. Серьезно. Онлайн проекты и сингвплеерные проекты это совершенно разные плоскости. Как минимум, онлайн проекты, вот конкретно АЛОДы, бесплатная игра. Как минимум. Современная аудитория, она любит немного другие игры. И их привлечь к нам очень тяжело. Фактически для этого нужно первую половину игры здорово переделать. Причем переделать... Прямо переделать на уровне, вот как мы 10.0 делаем. Другой интерфейс, по-другому работающие квесты, боевка, сильно отличающиеся. Чтобы войти в игру было настолько же просто, как в мобильную игрушку на телефон. Или в консольную игру делать. Это туториал, сам за тебя все делать. А вот так вот переделать начало игры... На самом деле порог вхождения, конечно, Володы довольно-таки большой. Но порог вхождения большой именно на капе. Именно на капе непонятно что делать. А вот именно что в категории ты создал персонажа, начал им играть. В этой категории прокачка, она легкая. Там все понятно. И в конечном итоге, если ты там накосячил с билдом, если ты там реально накосячил со статами, с билдом, ты можешь все это узнать там в гильдии, на форуме, где угодно. И все это изменить, исправить. И играть уже полноценно дальше. Вопрос в том, чтобы влить игроков в игру. Вот в чем проблема. Потому что это отвал башки просто. Очень здорово меняем игру. Как минимум хочется зайти, посмотреть, как оно теперь стало. Возможно, в новом форм-факторе игра будет более интересна тем, кого Володах раньше вообще не было. Если так получится, у нас будет больше онлайн, более забитые вот эти вот нуболокации, на которых... Ну, как бы все знают, что на маленьких локациях народу мало, да? Ну, потому что там нет никого, не с кем играть, и народ там не задерживается, в первую очередь. Это никакой рекламы, кстати, не поправишь. Но, возможно, у нас в 10.0 будет больше людей, которые вот так вот будут приходить, и мы будем стараться это развивать. Не боишься ли ты, что с выходом в 10.0 классические локации Аллодов просто опустеют? Нет, не боюсь. Я объясню, почему. В 10.0... Вот, кстати, это про пост, который мы сейчас обсуждаем. Второй пост, да? Лавик, соответственно, в оригинальных Аллодах ничего не изменится. Ну, как сказать? Награды из 10.0 будут протаскиваться в оригинальные Аллоды. Это уже довольно сильное изменение. То есть это, скажем так, новые механики, боевые механики, которые можно будет приносить. Как бы глобально изменить 10.0, напихать туда тоже еще одну гигантскую локацию с гигантским квестлайном, мы сразу к выходу 10.0 мы, скорее всего, не успеем. Ну, то есть точно успеем. А реально донат давай, 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 для чего? Русланчик, а перефразирую, пожалуйста, вопрос, что ты имеешь в виду? Тебе скидки не нравятся, которые сейчас работают? Они еще работают, кстати. Сейчас отвечу. Соответственно, в 10.0 будет контентная связь между старыми Аллодами и новыми Аллодами. То есть мы будем стараться игрока драйвить между одним миром и другим, чтобы ты из старых Аллодов сходил в новые, там, соответственно, пополнял задания, проскачивал персонажа, получил награду. Такой, блин, все, устал, хочу своего родного, любимого персонажа, там, кому-нибудь в кабину, значит, поломать, сходить с ребятами в рейд, ну, вот, а может быть, пофармить что-то, ты возвращаешься, и ты притаскиваешь награду с собой, которая апает тебе своего, вот этого полюбившегося персонажа, и ты уже не глядешь и не играешь. Вот, про скидки. Физическое издание 10.0 будет, нет? Скорее всего, нет. В дальнейшем, может быть, сделаем физическую коллекционку, в зависимости от того, как зайдет, пока цвета. Вот, скидки, которые работают сейчас... По-моему, физической коллекционки даже для Вовки нет. На это не точно. Ну, как бы, я уже отвечал на этот вопрос во ВКонтакте, и нет, мы не закрываемся, мы просто дали вам хорошие скидки. Наслаждайтесь! Ну, серьезно, мы экспериментируем в этом плане с донатами и механиками, мы пробуем много, постоянно. Ну, стараемся, по крайней мере, это делать. И вот эти вот все изменения, которые там... Курс перевода синих кристаллов в фиолетовые, например, который прям очень мутным ребятам показался. Мы перетряхиваем экономику. Мы не то, что мы сейчас хотим просто взять и поиметь со всех денег. Нет. Просто большое количество валют копится на руках, которые там не используются, а лежат просто в буфере. А экономика, здоровая экономика, она постоянно в движении. Валюта приходит, она тратится, она конвертируется в вещи, в расходники, в другую валюту, которая, опять же, как-то по-другому может использоваться. Шестая покрова? Ну, в рамках 10-0 об этом речи не идет. Локтан, привет! Рам тебя тут видеть. Вообще, что-то я за чатом плохо слежу. Ничего, я не переживаю, я смотрю. Сколько там наших ребят, и не конец. Надеюсь. Секундочку, про плюшки новичкам. Хороший вопрос. Только, может быть, из нашей команды уже кто-то сидит. Не знаю, но сейчас на 174 человека настрим. Это не конец. Старый этот вопрос. Мы на него уже отвечали несколько раз. Я проверил, что это самое. Тем все ушло. Кстати, еще. А, спойлеры. Еще такой момент. Парни боятся, не будет ли 10.0 интеграции Skyforger в Аллада. Нет. Все, закончилось вот это все? Нет? Ну, в качестве смешной истории, я, когда только начал работать над Алладами, всерьез думал о том, чтобы перенести Аллада на двигло от Skyforger. Больной ублюдок. Ну, просто, чтобы апнуть графику, чтобы она прям стала такая, ух, сразу, да, современно, а современнее. Мы покрутили эту идею, даже попробовали притяниться к ней. Это очень дорого, то есть больше года бы на это ушло. Отказались. Знаете, в первую очередь, почему? Потому что имеющийся вот сейчас движок и графика, которую делают наши доблестные художники, она в какой-то степени, наверное, более, не то что такая качественная, она и там, и там качественная, ламповая, что ли, стильная, она полюбилась игрокам. Отнимать у них имеющиеся визуальные... Более что-то интересное. Не знаю. Вроде какая-то новая информация идет, но в основном больше трепок ни о чем. ...контент, менять его на другой визуальный опыт, мы, наверное, не имеем права. Улучшить его, как это сделали Blizzard в свое время, да, несомненно, должны. А полностью поменять? Нет. В будущем, наверняка, мы будем как-то развивать визуальную составляющую, но не так, что мы будем интегрироваться со Skyforge, это все-таки две разные игры. Аоды — это аоды, они уникальны, мы будем развивать их. Ну, на самом деле, в некоторых обновлениях пытались все-таки заманить Skyforge. Не знаю. Особенно на Дайне, вот как просто ем и просто плююсь на самом деле. Кстати, вот этот на самом деле... Вот тут плюс один, вот эта интеграция со Skyforge'ем на Дайне... Это просто анальный пиздец. Просто анальный пиздец. Продолжение следует...